Всем привет! Рада приветствовать вас на сегодняшней лекции «Ваши усилия – это ваша обязанность». Давайте рассмотрим эту тему, потому что усилия, которые являются обязанностью, затрагивают и тему достижения цели. Я хочу поделиться с вами событиями нескольких прошедших лет. Я сидела в автобусе, который по большей части держался на рисе, и это было недалеко от Останы в Казахстане. Это был четырехчасовой путь в аэропорт, и я чувствовала себя уставшей и немного разочарованной из-за общения, а точнее из-за его отсутствия. Мобильный интернет работал не очень хорошо, так как связь была очень слабой, и, конечно, были проблемы из-за языка. У меня не было возможности пользоваться гугл-переводчиком. Вкратце, без интернета все стало только хуже. В наше время, когда у нас пропадает интернет, мы наконец-то начинаем наблюдать за тем, что происходит вокруг нас. И в этот момент я смотрела на улицу через очень пыльное и грязное окно автобуса, а он по-прежнему стоял на месте. Мы ждали, пока водитель заведет автобус, но он стоял снаружи, и я заметила, что он ест семена подсолнечника. А точнее, как он это делал? Он ел семена, раскалывал их и затем выплевывал шелуху на пол. А потом я увидела по лицу дворника, что у него было очень много неприятностей в его жизни. Ну и хорошие моменты тоже присутствовали. На его лице все смешалось в кучу. И в тот момент он тоже был глубоко погружен в свои мысли и даже не думал отреагировать на этого водителя автобуса, продолжавшего выплевывать шелуху на тротуар, который он только что подмел. И водитель автобуса все плевал и плевал на тротуар, а он просто возвращался и снова подметал. Теперь же мне стало интересно, как ему удалось стать дворником в таком возрасте. И как только эта мысль пришла ко мне в голову, я тут же осознала, что не важно сколько ему лет, не важно какую работу он выполняет. И именно в этот момент я поймала себя на проецировании ненужного мнения на этого человека, чья жизнь была для меня полной загадкой. Если честно, я даже подумала, что если у него есть гораздо больше потенциал, чем для работы просто дворником. Но следом меня осенило, а разве уборка улиц менее важна, чем моя работа? Уборка улиц может на самом деле дать ему чувство, что у него есть цель, или пока он пытается разобраться, каким будет его следующий шаг в жизни. Или что он может чувствовать себя настолько самореализованным, что подметание улиц не дает ему ни капли ощущения, будто он менее достойный чего-то. И тогда я поняла, что его работа – это его обязанность перед этим миром. Неважно, подметаете ли вы улицы, моете чужую машину или окна, или управляете большими компаниями – это не имеет значения. В конечном итоге ваши усилия – это обязанность перед кем-то другим. И я осознаю, что наше ограниченное, а порой и бескомпромиссное суждение приводит к тому, что мы думаем, например, что работа Джона или Деба, например, менее важна, чем работа другого человека. Вы тоже тратите свое время и свою энергию, и это важно само по себе. И да, иногда эти усилия остаются незамеченными, и у многих из нас есть работа, где слов благодарности недостаточно. И мы тоже живем в очень неблагодарном мире, и мы не всегда видим последствия наших усилий. А когда есть необходимость, есть и цель, ожидающая своего исполнения. Теперь я всегда благодарю своего садовника за его тяжелый труд в саду, потому что то, как он распоряжается своим временем, не менее важно, чем то, что делаю я. Но в случае моего садовника он обожает сад. Работать в саду – это действительно его страсть, и он гордится тем, что делает. Был момент, когда я даже предложила оплатить его образование в колледже, чтобы он мог стать электриком или кем-то более серьезным, чем кем, по моему ограниченному мнению, он выглядел. Он отказался от предложения, сказав, что он просто счастлив заниматься тем, чем он занимается. И кто я такая, чтобы возражать ему? Я привела хороший пример и объяснила ему все преимущества, которыми он мог бы овладать. А он снова отказался, потому что у него был выбор, и он его сделал в пользу того, чем он уже занимается. Потом я подумала – а не глупо я сужу? Можно было бы с этим согласиться, но если он все-таки уйдет с работы, мне придется найти замену. А это означает то, что возникнет потребность в ком-то, кто искренне наслаждается садоводством, кто приложит эти усилия и действительно это любит. А это такая же ответственность. Что ж, мой сад превратился бы в бардат без него. Понимаете, что я хочу сказать? Я также признаю это. И я просто хочу привлечь к этому внимание. Я признаю, что у людей не всегда есть много доступных вариантов, но мы склонны забывать о том, что наш труд важен для кого-то. Всегда есть кто-то, кто видит и ценит то, что вы делаете. Вы и сами не всегда можете заметить важность того, что вы делаете. Итак, у нас есть намерение что-то сделать, а затем у нас возникает энергия и любовь к тому, что мы делаем. И именно это делает наши усилия бесценными. Я постоянно встречаю людей, которые жалуются на свою бессмысленную жизнь. Есть ли в жизни нечто большее, чем мы думаем? Наличие цели – это просто созданная человеком концепция, которая заставляет нас чувствовать, что мы чего-то достойны, или что у нас есть смысл жизни, потому что мы не знаем, чему бы еще придать большое значение. Что, если вы не замечаете того, что делается в достаточном количестве? Почему нам нужно придавать большое значение вещам, которые на самом деле так просты и понятны? Что бы вы, например, добавили в свою жизнь? Вы можете ответить, что вам не хватает материальных вещей, или если ваша пустота вас поедает, вы всегда можете это заменить. Разрушение ваших эмоциональных барьеров вполне достижимо. Это легко сделать. Люди также чувствуют себя неудовлетворенными, потому что они не нашли того, к чему они испытывают особый трепет. Люди разрушены отсутствием самореализации до такой степени, что они фактически заканчивают игнорированием важности того, что они уже делают. Если бы у меня, например, не было людей, которые могли бы помочь мне с мероприятиями, к примеру, или с переводом моих работ, чтобы я могла донести свое послание по всему миру, весь мой бизнес развалится. Но люди, которые работают со мной, невероятно важны для меня. Но они могут чувствовать себя недостаточно удовлетворенными. Они не чувствуют, что их роль достаточно велика. Но для меня их работа – это основа того, что мне нужно. И это невероятно важно для меня. Я очень ценю это. Но они этого не видят. То, что эти люди делают, это то, что они предоставляют свои услуги. А эти услуги невероятно ценны для меня. Для этого не требуются какие-то дополнительные усилия. То, что мы с вами делаем, служим этому миру. И если каждый, например, просто живет для себя, то функция и порядок вещей в этом мире полностью рухнут. Все рухнет. В таком случае порядок восстанет из хаоса, из всей этой грусти, жалоб и отсутствия трепета в жизни. Например, что вы видите, когда смотрите на муравейник? Полнейший хаос. Вы видите муравьев, бегающих повсюду, карабкающихся и заползающих туда и обратно. Выглядит как беспорядок. Но если вы присмотритесь поближе, то, что на самом деле происходит, каждый муравей точно знает, куда направляется. У каждого муравья есть своя работа. Ответственность одного муравья не важнее ответственности другого муравья. Их роли и уровень ответственности могут со временем меняться, но важность их усилий остается неизменной. Знаете, если бы все муравьи просто решили жить для себя, то вся система, выживание и функции муравейника полностью разрушатся. Я не сравниваю нас с муравьями, и наоборот, я использую их как пример, когда на первый взгляд вы видите только хаос, вы видите отсутствие системы, но когда вы начинаете рассматривать его немного поближе, на самом деле там существует порядок и цель для каждого муравья. У каждого человека есть цель. Это то, что заставляет мир вращаться. Если ваша цель состоит в том, чтобы открыть свое истинное, подлинное Я, найти свое счастье, влюбиться, разбить свое сердце, или, например, получить опыт дружбы. Почему так много нужно делать, искать, разочаровываться и пытаться найти цель? Это ведь всего лишь ярлык. Позная себя, вы обнаружите свои слабости, свои сильные стороны, свои таланты, свои мечты, свои истинные желания, а также будете верны себе. Копайте глубже и исследуйте, действительно ли ваши цели и ваши мечты на самом деле ваши, или вы пытаетесь жить чужими. Вы пытаетесь доказать, что кто-то неправ, например, пытаясь заставить себя стать кем-то или чем-то, что вы знаете в глубине души. Не так ли? Таким образом, жизнь, наполненная искусственными и поддельными ценностями, которые даже вам не подходят, не дает вам подлинной цели. Так случается, потому что, совершая данные действия, вы чувствуете, что вас ценят. Вы чувствуете, что мера важности вас является более великой, или того, что ее достаточно, или что она, возможно, придает значение вашей личности и вашей самооценке, пытаясь достичь цели, которая сейчас приветствуется обществом, но заставляет вас чувствовать себя все еще пустым. Что, если Далай-Лама был прав, когда сказал, что цель нашей жизни – быть счастливым, потому что, в конечном счете, внутри вас есть та радость, которую вы можете обрести, когда делаете вещи, которые действительно любите. И даже если вам это не сильно нравится, вы можете понять и увидеть важность, проделанного вами пути, а затем и влюбиться в эту важность. Кроме того, когда мы ожидаем от нашего окружения радости, мы теряем власть над своей судьбой и своей целью. Ваше окружение всегда будет меняться, люди в вашей жизни будут приходить и уходить. Но вы, вы остаетесь стабильным и всегда будете с самим собой. И если вы сосредоточитесь на своем счастье и своей цели в данном окружении, то ваша привязанность будет продолжать оставаться с этим окружением. Но если бы вы смогли обрести это чувство середины, счастья внутри себя, тогда вы смогли бы меньше ориентироваться на внешний мир, потому что вы будете меньше зависеть от своих внешних факторов. чтобы обрести собственные чувства. Все это блокируется только старыми воспоминаниями и стрессом из прошлого. Вы – бесконечный источник мудрости. Вы – бесконечный источник потенциала, который просто ждет, чтобы его реализовали и освободили. И чем больше вы пытаетесь вписаться в образ жизни и характеристики, которые вам не соответствуют, тем больше вы будете молчать, ведь вы живете абсолютно не своей жизнью. Ваши усилия всегда бесценны, всегда есть ценность для кого-то другого. Ваша энергия и то, что вы делаете каждый день, означает что-то для кого-то. Потому что теперь вы также удовлетворяете потребность в ком-то еще, чего они, например, не могут выполнить самостоятельно. И просто в состоянии сделать это, то, что кто-то не может сделать для себя, уже важно само по себе. Это уже создает цель, потому что там, где есть необходимость, есть цель, ожидающая выполнения. И именно ценность и важность того, что вы придаете своим усилиям, могут либо сделать их мощным опытом, либо полностью проигнорировать с вашей точки зрения. Помните, что усилия требуют энергии, а энергия, приведенная в движение, требуют мысли и намерения. Только затем принимается решение, которое приводит к действию. Большинство усилий также делается неосознанно. Банальный, но забавный пример. Встать с постели и пойти в ванную. Вы действительно не думаете об этом в том ключе, что это сознательное решение. Усилие просто без усилий. Встань и иди. Если вы только не хотите вставать с кровати, зная, что сегодня тот самый плохой день, или вы просто чувствуете, что станете не с той ноги. Вы понимаете, что я хочу вам донести? Легко что-то сделать. Мы можем жить по течению. Именно то, что мы чувствуем по отношению к нашим действиям, вызывает стресс, вызывает сопротивление. И затем мы начинаем судить то, что мы делаем. Теперь наша самооценка находится в центре всего этого и оказывает огромное влияние на то, как вы относитесь к своим действиям и что делаете, а также важность этого. Что если через необходимость в цели вы на самом деле просто пытаетесь залечить рану нужности себя и своей личности? Как бы на самом деле выглядела ваша жизнь, если бы вы исцелили эту часть себя? Вы поймете, когда вам больше не нужна будет проверка, если вам больше не нужны будут люди, чтобы определить свою ценность. Если эти точки исцелены, каковы шансы, что вы действительно начнете осознавать важность своих действий, будь то работа, будь то повседневные дела, мелочи, общение с людьми, просто улыбка тому, у кого может быть действительно тяжелый день. Это не ваши действия, это намерение, это энергия, а любовь к тому, что вы делаете, делает ваши усилия бесценными. До новых встреч! Оставайтесь светилом своей жизни! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова